Если врач объявляет кого-то мертвым, исходя из медицинских показаний, такой человек мертв еще не до конца. Пять пран начинают медленно, постепенно покидать тело. Жизненная энергия физической природы, которая называется пран или прана, имеет пять основных проявлений, всего их десять, но для простоты ограничимся пятью. Они называются Самана, прана, удана, апана и вьяна. Предположим, врач объявляет, что человек мертв. Следующие 21-24 минуты Самана начнет покидать его тело. Самана отвечает за поддержание температуры тела. Охлаждение — это первое, что происходит с телом после смерти. Итак, в это время выходит Самана. Где-то между 48 и 64 минутами выходит прана. После этого через 6-19 часов выходит удана. Пока удана еще не вышла, существует возможность вернуть тело к жизни при помощи определенных тантрических процессов. Но как только удана вышла, эта возможность становится настолько мала, что можно даже сказать, что это уже невозможно. Далее по прошествии от 8 до 12 часов уходит апана. После этого начнет выходить вьяна, которая является защитной природой праны. Это может продолжаться от 11 до 14 дней, если это обычная смерть. Так что смерть наступает не за один день. Это медленный процесс. Сегодня мы знаем, что из вашей старой одежды можно взять вашу ДНК, и спустя сто лет после вашей смерти вас можно клонировать. Так что то, кем вы являетесь, или, по крайней мере, физический аспект того, кем вы являетесь, может быть добыто из вашей одежды и использовано, чтобы воссоздать вас. Потому что в определенном смысле ваше физическое тело до сих пор находится здесь. Если из этого можно воссоздать ваше тело, очевидно, оно все еще здесь, не так ли? И это главная причина, по которой люди, находящиеся на духовном пути, ограничиваются таким малым количеством физического имущества. Если вы заглянете в комнату Саньясина, то увидите там аккуратно сложенными три набора одежды, одну емкость для воды, одну тарелку для еды, одну простынь, чтобы спать — и все. Ни одного лишнего предмета, потому что он не хочет касаться слишком многих вещей в этом мире, только самого необходимого. Потому что он знает, что если распространить частички себя повсюду, собрать их перед уходом будет очень трудно. Так что, когда кто-то умирает, в зависимости от того, кто он такой, нужно действовать соответственно. В современном мире, когда люди накапливают одежды, а обуви сжигать все это было бы слишком расточительно. И в любом случае, учитывая то, как они живут и то, как они уходят из жизни, они снова должны стать частью этой земли. Нет смысла сжигать все это. По крайней мере, те вещи, которые очень тесно были связаны с телом, такие как нижнее белье и тому подобное, должны быть сожжены. Иначе уход этого человека будет затруднен. Он не будет понимать, быть ли ему здесь или там. Он не сможет принять решение. Нет решений — есть только склонности. Остается слишком много вещей, принадлежащих телу, и сущность просто остается на этом месте, особенно в первые дни. Итак, если у вас дома много поношенной одежды, что опять же является проблемой Запада. Тип одежды и структура общества таковы, что вы можете по полгода не стирать свою куртку. Из-за того, что в холодных странах люди не так сильно потеют, по возвращению домой они просто вешают одежду на вешалку, поскольку эта одежда носится снова и снова, а потом просто вешается на вешалку. Так что очевидно, что то, кем вы являетесь, определенно содержится в этой куртке, не так ли? Итак, когда человек ушел, а его тело все еще находится здесь во многих формах, оно становится пристанищем для различных сил. Не только для его энергий, но и для разных других сил. В определенном смысле, ваша куртка — это незанятое тело. Лучше не оставлять ее просто так. Так что... Либо ее немедленно стирают. В Индии, если это дорогие вещи, их стирают. В течение 10 или 11 дней постирают всю одежду и раздадут ее. Никому-то одному. Обязательно в разные места. Не отдают всю одежду какой-то одной семье. Куртку туда, штаны сюда, это туда, это сюда. Таким образом они оказываются слишком далеко друг от друга, чтобы создать какое-либо существенное присутствие. А те вещи, которые тесно соприкасались с телом, нужно просто сжечь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok